МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Валерия Новикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Решение своевременное и необходимое. В России началась частичная мобилизация. Реликвии спецоперации в Мемориальный музей передали боевые знамена СВО. Значимая дата 21 сентября, день Конституции Мордовии. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в ходе своего видеообращения к народу страны. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начинаются с 21 сентября. Владимир Путин подчеркнул, дополнительная военная подготовка мобилизованных перед отправкой в части обязательно. Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Плечом к плечу с воинами России стоят бойцы народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, с киевским режимом ведут борьбу многочисленные добровольческие формирования. Их также поддержат. Правительству, Министерству обороны, мной уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольца, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением. Страны Запада расценивают Украину как плацдарм против России, а украинский народ превратили в пушечное мясо. Жители Донбасса, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей не хотят участвовать в войне против России, а не хотят строить свое будущее вместе с нашей страной. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Страны блока НАТО подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Задача разгромить нашу страну на поле боя, разграбить ее и лишить суверенитета. В ход идет и ядерный шантаж. Но у России есть чем ответить на любые угрозы. Наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены. Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. В завершении Владимир Путин напомнил, что исторически Россия всегда останавливала тех, кто рвался к мировому господству и грозил уничтожением страны. Президент высказал уверенность, что и сейчас народ России с этой задачей справится. Глава Мордовии Артем Сдунов выразил свое отношение к решению руководителя страны в социальных сетях. Наш президент Владимир Владимирович Путин подписал сегодня указ о частичной мобилизации. Это необходимые своевременные решения. Речь идет об угрозе безопасности нашей страны, о защите жизни наших граждан, жителей Донбасса и освобожденных территорий, которые ждут от нас помощи. В Мордовии работает комиссия по мобилизации. Возглавляю ее лично. Поставленные задачи выполним. Жители Мордовии также поддерживают решение президента России. Об этом говорит опрос, проведенный на улицах столицы Мордовии. Если мы будем отсиживаться, я думаю, нам это боком обойдется. Во-первых, они будут бомбить наши города, будут страдать наши люди, наши дети. Я, наверное, патриотка, поэтому так думаю, что надо. Охранять Россию. Россию нужно защищать, смотреть за ней. А если каждый будет таковатно относиться, там безразличный будет, бардак будет. Как показывает далеко не одна военная история, которая была в России, всегда Россия везде побеждала, побеждает и будет побеждать. Вячеслав Кузьменко, Анастасия Целегина, Александр Овчинников. Народные новости. В среду, 21 сентября, Артем Сдунов провел заседание призывной комиссии по мобилизации Республики Мордовия. Глава Республики напомнил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации перед регионом поставлены задачи по обеспечению призыва граждан на военную службу по мобилизации вооруженной силой Российской Федерации. В ходе заседания Артем Сдунов поставил соответствующие задачи перед органами исполнительной власти и местного самоуправления. Отдельные поручения для реализации поставленных задач и организации работы на местах даны региональному правительству в части обеспечения полного содействия работе военных комиссариатов в целях исполнения задач, поставленных президентом России. Живое доказательство своевременности принятых решений, вынужденные переселенцам. 21 сентября в Мордовию прибыла еще одна их группа. Оставив все нажитое, люди пустились в долгий путь к безопасности и покою. Прибывших встречали представители региональных министерств, медики, сотрудники МЧС и волонтеры. На освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территориях с каждым днем увеличивается количество обстрелов, в которых страдают мирные жители. Тех, кто изъявляет желание, перевозят в Россию. Большинство мужчин трудоспособного возраста вместе с российской армией сражаются с киевским режимом. В Мордовию приехали дети, женщины, старики, среди которых есть и маломобильные. Их поселят в пунктах временного размещения. Дети пойдут в детсады и школы, их родителям предложат работу. Наша задача, безусловно, создать необходимые бытовые условия для их пребывания и проживания в Республике Мордовия временного характера. Если жители примут решение остаться в Республике Мордовия, безусловно, мы предложим им все необходимые варианты трудоустройства. По их, безусловно, квалификации, по их специальности и по их состоянию здоровья. После выхода из автобуса некоторые прибывшие не выдерживают и начинают плакать, прижимая к себе своих детей. Они не могут забыть артобстрелы. Теперь в Мордовии они спокойны за себя и своих детей. Гостям помогают волонтеры. Вся логистика отработана до мелочей. Для комфортного пребывания прибывших в пунктах временного размещения есть все необходимое. Мордовия готова принимать тех, кто нуждается в помощи. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Реликвии спецоперации. 21 сентября в Мемориальный музей военного и трудового подвига передали знамена, которые сопровождали уроженца Мордовии, офицера армии России во время спецоперации. Подробности далее. Российский триколор и копия знамени Победы сопровождали военного врача-уроженца Мордовии на протяжении его участия в специальной военной операции на Украине. На передовой он спасал жизни российских солдат и офицеров. Вернувшись на малую родину, он решил передать реликвии на вечное хранение в Мемориальный музей военного и трудового подвига. Передача реликвии прошла в торжественной обстановке. Участвовали юноармейцы, поисковики, представители других общественных организаций. Реликвии, как символы героизма российских воинов, станут частью экспозиции музея. Для Мемориального музея эти реликвии очень значимы. Мы благодарим, что именно передали этот Мемориальный музей. Эти реликвии будем хранить и показывать нашей молодежи республики в целях патриотического воспитания. Переданные музею реликвии займут почетное место в экспозиции, посвященной специальной военной операции. Вячеслав Кузьменко, Александр Овчинников, Народные новости. Значимая для всей республики дата. 21 сентября – День Конституции Мордовии. Это основной закон, главный гарант прав и свобод людей, фундамент обеспечения социальной защиты и единства народа. В этот день по всей республике прошли акции, уроки правовой грамотности и тематические классные часы. Поздравления по случаю праздника в адрес жителей региона направили многие почетные лица. Юлия Мамаева и Сергей Кувакин расскажут подробнее. Конституция Республики Мордовия была принята 21 сентября 1995 года. Затем в разные годы в нее было внесено около 15 поправок. Последняя версия полностью соответствует федеральному законодательству. На протяжении всех лет основной закон защищает права жителей республики. Это прочная основа для социально-экономических достижений и сложной работы по всем направлениям. Поздравление по случаю Дня Конституции Мордовии в адрес жителей республики направила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она отметила, регион вносит весомый вклад в решение общенациональных задач, укрепление экономического потенциала государства, сбережение и приумножение культурного наследия страны. В республике большое внимание уделяется сохранению национальной самобытности и духовных ценностей финно-угорских народов, развитию мордовских языков, поддержанию прочных связей с крупными мордовскими диаспорами в других регионах страны. Достижения Мордовия во всех сферах были бы невозможны без искренней любви к своей малой родине, трудолюбия и созидательной энергии ее жителей. Республика имеет хорошие перспективы для дальнейшего социально-экономического развития. Уверена, что и впредь органы государственной власти Республики Мордовия будут способствовать ее процветанию, делать все возможное для повышения уровня жизни людей. С важным государственным праздником жители республики также поздравил глава региона Артем Сдунов. От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Республики Мордовия. Мы, Россия, и всегда будем с ней. Президенты правительства страны поддерживают регион во всех сферах. Без внимания не остаются инициативы и проекты, нацеленные на улучшение жизни наших граждан. Вместе с вами, при вашей поддержке, уважаемые жители, мы сможем эффективно развивать экономику региона и повысить благосостояние людей. И Конституция для нас – вектор движения вперед для достижения всех намеченных целей. От имени регионального правительства поздравления направил и руководитель кабинета министров Республики Владимир Сидоров. В Саранске и в муниципальных районах состоялось множество событий. День Конституции Мордовии отметили тематическими викторинами, интеллектуальными играми и уроками правовой грамотности. Один из них прошел на площадке Центральной городской библиотеки. Школьникам рассказали об истории основного закона, его содержании, о правах и обязанностях жителей республики. У нас в библиотечной системе ежегодно сложилась такая традиция знакомить школьников, студентов, в общем, молодежь с нашим самым важным документом. Самое главное в проведении этих мероприятий – это воспитание уважения к нашему закону, к нашей Конституции, к нашей Родине. Кроме того, во всех 22 библиотеках Саранска открылись тематические выставки. Они будут работать не только 21 сентября, но и в последующие дни. Конституция Мордовии содержит 10 глав и 112 статей. Стоит отметить, что среди важнейших законов – закон о государственных языках. Так, согласно документу, наряду с русским языком статус государственных имеют и мордовский, и арзианский, и макшанский языки. И это очень значимо в вопросе сохранения национальной культуры. Далеко не во всех национальных республиках России такое есть. И еще раз можно поблагодарить тогда Конституционным собранием принималась Конституция тех людей, которые это сделали. Потому что государственные языки, если они государственные, соответственно, к ним отношение должно быть государственным. То есть они должны преподаваться, изучаться и в школах, и в детских садах, и в вузах, что и есть у нас на самом деле. Сегодня Конституция Мордовии полностью соответствует духу времени. Без сомнений, она и впредь будет крепкой основой для продуктивной работы органов власти и общественности ради благополучия каждого жителя и региона в целом. Юлия Мамаева, Сергей Кувакин. Народные новости. Беседа о важном. 21 сентября, в День Конституции Мордовии, в Мордовском педагогическом университете для студентов факультета истории и права провели лекцию об истории и значимости главного документа республики. А школьники из 39-й школы побывали на экскурсии в здании регионального парламента Государственного собрания. Беседа в педагогическом университете началась с экскурса в историю Конституции России. Вспомнили о принципах федерализма РФ и о статусе ее субъектов. Всего их 85, однако лишь 22 из них обладают своей Конституцией. Такие субъекты называются республиками. Они принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки, а также имеют столицы. Так, главный закон Республики Мордовия был принят 21 сентября 1995 года. Новые факты студенты для себя открывали в формате дружеского диалога. Мы все с вами знаем о Конституции Российской Федерации, но мало кто даже из живущих на территории Республики Мордовия знает о том, что и в нашей республике, как в составной части России, существует свой основной закон. Наш закон, по которому мы живем. Вот сегодня мы об этом поговорим, когда она была принята, как она развивалась и какие основные положения она в себе содержит. В беседе приняли участие студенты факультета истории и права. Они на отлично знают важность и значимость основного закона государства. Однако некоторые факты о главном документе Республики для них стали новыми. Будущие историки узнали, зачем ей нужна своя Конституция, что содержится в ее преамбуле и как она соотносится с Конституцией Российской Федерации. Эти знания полезны не только для общего развития студентов. Как будущие педагоги, они должны уметь донести до учеников важность основного документа Республики. Нам действительно важно знать его положение, знать его основные идеи. Поэтому я считаю, что сегодняшнее мероприятие как нельзя кстати. И оно очень важно как для подрастающего поколения, так и для будущих педагогов в нашем лице. Поэтому я очень рада, что у меня была счастья сегодня находиться здесь. Это основополагающий документ нашей Республики. Считаю, что каждый человек, проживающий на территории Республики Мордовия, должен знать, понимать, обдумывать его. Образовательные акции в этот день прошли не только в МГПУ. Для старшеклассников 39-й школы организовали экскурсию в Государственные собрания Мордовии. Им рассказали о деятельности и функциях парламента Республики. Поведали об основах Конституции Мордовии и не только. Есть еще очень важная дата, с которой бы я и хотел начать наш с вами разговор. Это праздник зарождения российской государственности. Он отмечается также 21 сентября. Начали отмечать его в современной России еще в 2012 году. И россияне отмечали 1150-летие зарождения российской государственности. В этом году мы отмечаем 1160-летие зарождения российской государственности. На протяжении многовековой истории мордовские и русские народы мирно соседствуют на одной земле. Мы часть России, но вместе с тем мы самобытны. Сохранить эту самобытность помогает в том числе Конституция Республики Мордовия. Ирина Радайкина, Сергей Соколов, Народные новости. В день Конституции Республики состоялась церемония вручения российских паспортов. Их получили люди, прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик. Также главный документ каждого россиянина вручили юным школьникам в Саранске. В торжественной обстановке паспорта граждан России 21 сентября получили трое прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке им помогли сотрудники полиции. От имени руководства Республиканского ведомства подполковник внутренней службы Светлана Холодкова поприветствовала всех. Дата для такого значимого события в жизни граждан страны выбрана не случайно. Конституция Мордовии – главный гарант прав и свобод каждого жителя республики, фундамент обеспечения единством многонационального народа. Поэтому важно четко следовать всем принципам, провозглашенным в ней. И помнить, что благополучие малой Родины зависит от каждого из нас, отметила Светлана Холодкова. Полицейские пожелали присутствующим в полной мере реализовать новые возможности, а школьникам – успехов в учебе. С ответным словом выступили новоиспеченные граждане нашей страны и поблагодарили жителей Мордовии за оказанное гостеприимство. Торжественная церемония завершилась экскурсией по музею. Никольский храм села Кучкаево обрел свой законченный облик. Стены обители украсили фрески с изображением ликов святых. Оценила благоукрашение внутреннего убранства храма и наша съемочная группа. Долгое время в селе Кучкаево не было центра духовной жизни. Старый храм давно разрушился, святое место поросло бурьяном. Однако в 2014 году было принято решение о постройке нового храма. Так, семь лет назад жители села вновь обрели обитель молитв и покаяния. Семь лет здесь проходят службы, сюда уже приходят люди. Для некоторых он стал родным. Кого-то здесь крестили, кого-то проводили в последний путь из этого храма. Но это уже точка притяжения не просто человека, а точка притяжения души. А 17 сентября храм обрел свой окончательный облик. Оценил работу художников епископ Ордатовский и Атяшевский Вениамин. И вот это, видя все, я думаю, что и Господь, видя наши старания, желания создавать духовные объекты ради укрепления веры, Он также будет, видя все это, укреплять нас и в земной жизни. Роспись стен храма не единственный подарок прихожанам. 17 сентября в Никольском храме села Кучкаево появилась икона Николая Чудотворца. У нас с Афона есть икона освященная из Бари, где покоятся мощи Николая Чудотворца. И Господь сподобил на Рождество Николая Чудотворца как раз мы обрели икону Мирликийскую. Из Мирликийской, прежде Византии, и она освящена на мощах саркофага остатков мощей Николая Чудотворца и доставлены сюда, к этому дню. В течение полутора месяцев над росписью трудились четверо художников. Храм небольшой, но светлый. Под потолком изобразили архангелов. Стены храма украсили фрески с изображением Богородицы и чудес спасителя Николая Чудотворца. Все лики святых практически на уровне глаз. Следуя всем канонам, иконописания, отдельное внимание уделили прорисовке черт лица и одеяний. Ну, отдаешься всей душой, отдаешься в каждую работу. Храм не первый, храмов мы уже много расписывали, работаем 15 лет уже. По всей России ездили, по всей России. И везде с душой, везде отдаешься полностью. Посетить обновленный храм пришли десятки прихожан. Это очень восхитительно. Это рай. Небольшой наш рай, нашего села. Для сельчан, для нас. Это небольшой рай. Где душа успокаивается. Где находим упоение. Это упоение нашего села. Роспись внутреннего убранства лишь подчеркнула величие храма. Она поможет душам прихожан обрести умиротворение и покой. Ирина Суконкина, Владимир Надькин. Народные новости. Больший Геннадовский район. Природа в этом году ведет себя согласно календарю. Осенняя прохлада воцарилась в средней полосе России с самого начала сентября. Сейчас же на очереди сразу два приятных явления. Бабье лето и золотая осень. Своими прогнозами эксперты поделились с Данилой Деминым и Сергеем Кувакиным. На смену аномально теплому августу пришел сентябрь. В плане погоды он тоже аномальный. Правда, отличается не жарой, а холодом. Сейчас обстановка немного наладилась. Но это ненадолго. В ближайшее время республика окажется под влиянием двух циклонов. Балканского и южного. Поэтому погожих деньков пока ждать не стоит. Последнюю декаду сентября практически ежедневно на территории республики будут идти дожди. Это балканский циклон и южный циклон. Вот такие циклоны приносят большое количество осадков. С большим запасом влаги идут. В ближайшие сутки температура воздуха ночью будет 5-10 градусов. Днем пока еще 13-18. И в конце месяца температура воздуха понедлится до 7-12 градусов. Что же касается бабьего лета, прогноз оптимистичный. По предварительным данным, его наступление ожидается в середине первой декады октября. Сейчас же наступает еще одно приятное природное явление, так называемая золотая осень. Листва окрашиваются в золотые и погрянные оттенки. И причина этому вовсе не похолодания. В нашей полосе самое главное условие – это длина светового дня. Чем меньше она, тем для растений становится, так сказать, понятно, что скоро придет осень, а за ней зима. И нужно к этой зиме подготовиться. Данила Демин, Сергей Кувакин. Народные новости. Надежда на бабье лето есть, но пока что погода ненастная. Однако многих жителей Саранска вид из окна все же радует. Причина – разительные перемены к лучшему. Добиться их помогли национальный проект формирования комфортной городской среды и средства Дорожного фонда Республики Мордовия. Какие участки подлежат ремонту и сроки их исполнения узнала Дарья Баронина. Детские площадки, лавочки и фонари – все для комфорта жильцов. Вот только проезд к некоторым дворам многоквартирных домов оставляет желать лучшего. Так было совсем недавно. Ремонт территории уже начат за счет средств Дорожного фонда Республики Мордовия. В рамках работ проводится ремонт асфальтобетонного покрытия во дворах. Один из участков, попавших в программу ремонта – территория дома 73 по проспекту 70-летия Октября на Химаше. Там работы начались еще в конце августа. Уложили асфальтобетонное покрытие, произвели ремонт тротуаров, уложили порядка 1600 квадратных метров асфальтопроезжей части, 400 квадратов тротуарных дорожек, заменили частично бордюры и поребрики. В Октябрьском районе города запланировано привести в порядок 11 дворов многоквартирных домов. Восемь из них уже сданы. Все работы по муниципальным проектам завершатся к концу недели. Сейчас на данный момент там ведутся работы по укладке, так скажем, по монтажу бордюров, укладке щебеночного основания. Ремонт коснулся также Пролетарского и Ленинского районов. Часть территорий в процессе, а где-то к работам приступят в ближайшие сроки. Завершить работы планируют до больших дождей. Они ожидаются с 30 сентября по 3 октября. Дарья Баруанина, Народные новости. Парой-тройкой приметных точек на карте Саранского бездорожья станет меньше. 21 сентября жители столицы Мордовии с радостью констатировали. На Ключеревском шоссе стартовал ямочный ремонт. Как выглядит проблемный участок и когда завершатся работы, расскажем в сюжете. Углубление в асфальте, который автолюбителям в радость. С 21 сентября в Саранске начался ямочный ремонт Ключеревского шоссе на участке от автовокзала до шоссе Юго-Западного. Глубокие выбоины сменились аккуратными выемками с относительно ровными краями. Точные приметы приближающегося ремонта. Внушают надежду на перемены к лучшему и дорожные знаки. Эти ямы, которые впору было заносить на дорожную карту Саранска, скоро останутся в прошлом. Надо сказать, ямочный ремонт в Саранске в этом году ведется активно. В планах было более 20 участков дорог общей площадью в 14 тысяч квадратных метров. Финансирование работ велось за счет проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Затем из Дорожного фонда Республики Мордовия были выделены дополнительные средства. И количество приведенных в порядок дорог возросло. Начинают с самых проблемных участков. Определить их помогают социальные сети и жалобы жителей Саранска. С 30 августа по 20 сентября в Мордовии реализовалась образовательная программа «Бизнес-акселерация» – продвинутый курс для молодых предпринимателей. В его рамках участники рассмотрели вопросы, связанные с бизнес-планированием, управлением процессами, анализом рынка. Итогом же стала презентация своего проекта. 20 сентября в точке кипения МГУ имени Огарева было многолюдно. Все собравшиеся участники образовательной программы «Бизнес-акселерация» продвинутый курс для будущих молодых предпринимателей. Этот курс является эксклюзивом, потому что реализуется только на территории Республики Мордовия. При этом при всем, после окончания данного проекта, каждый имеет возможность получить грант для молодых предпринимателей до 500 тысяч рублей. Инициаторы программы – Министерство экономики, торговли и предпринимательства, а также Центр «Мой бизнес». Эта образовательная программа – одно из мероприятий национального проекта. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Важные условия для получения поддержки – социальная направленность. Так, молодой предприниматель Сергей Потапов презентует проект по производству металлоконструкций. В качестве работников на свое предприятие он собирается принимать людей из незащищенных слоев общества. Мы будем в следующем году вставать в реестр социальных предпринимателей, поскольку у нас основные работники, сварщики, они пенсионеры. Они очень высококвалифицированные кадры, которые живут в принципе сваркой, но сейчас, поскольку они в пенсионном возрасте, большинство работодателей неинтересны. По результатам презентации все участники получат возможность подать документы на получение гранта в сумме до 500 тысяч рублей. А семи лучшим из них будет оказано содействие в его оформлении. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки молодых предпринимателей. На самом деле мне было интересно участвовать в этом проекте, потому что достаточно много молодых людей заявилось. Более 100 на первоначальном этапе, уже на основном этапе порядка 40 молодых ребят. Очень разнонаправленные идеи. Приятно было общаться, приятно было смотреть эти проекты. В будущем подобные образовательные программы будут продолжены. Данила Дюймин, Сергей Соколов. Народные новости. Бизнес-десант продолжает высаживаться в районах республики. 21 сентября бесплатный семинар прошел и в Ковылкино. О чем узнали предприниматели района, расскажет Полина Клеменкова. Это уже 10-й район, который принял участие в проекте. На встрече предприниматели познакомились с образовательными кейсами. Все они актуальны, но особо отмечен разбор различных мер поддержки самозанятых – финансовой и образовательной. В ходе семинара также выяснили, самая популярная услуга, за которой обращаются предприниматели – выход на электронные торговые площадки. Однако на этом помощь Центра поддержки предпринимательства не заканчивается. Самой актуальной поддержкой все-таки, наверное, остается льготное кредитование, так как это самый минимальный процент. И очень поддерживает предпринимателей и развивает их. Как начинающих, так и действующих. Один из приятных бонусов встречи – подарочные сертификаты для плодотворной работы. Сертификаты – это доступ к образовательной платформе, деловая среда, где собрана вся информация для предпринимательства. Это и образование, какие-то кейсы предпринимателей. Здесь есть персональный код, каждому индивидуально. Вы сможете зайти и уже обучаться, что-то черпать, смотреть, изучать. Полина Клеменкова, Максим Бекеев, Народные новости, Кавылкинский район. 21 сентября в музыкальном театре имени Яушева прошло торжественное открытие межрегионального молодежного театрального фестиваля «Худсовет». Первыми на мордовской сцене выступили гости из города Москва со спектаклем «Опасные связи». Мордовия впервые встречает «Худсовет». Фестиваль пройдет в столице региона 13 с 21 по 25 сентября. Проект организован Союзом театральных деятелей Мордовии при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12 абсолютно разноплановых спектаклей, но всех их объединяет одно, что они для молодых и почти все руками молодых. Мы хотели еще раз подчеркнуть, что театр – это искусство молодых в том числе, что он живет, что он меняется, и молодежь чувствует эти изменения лучше, чем кто-либо. Главная идея «Худсовета» – объединить в одном месте не похожие друг на друга постановки, а также театры из разных городов. Мы не одинаковые, но мы вместе. Вот главная задумка организаторов фестиваля. Его открытие состоялось в музыкальном театре имени Яушева 21 сентября. Первой на суд зрителей представили постановку московских артистов «Опасные связи». Спектакль очень постановочный, он яркий, тут потрясающие костюмы, тут интересная сценография. Тут, мне кажется, великолепнейшие актеры школы драматического искусства. Это наши действительно лучшие актерские силы. И мы вписались необыкновенно гармонично в пространство музыкального театра. Хотя наш стационарный вариант этого спектакля, он рассчитан на более камерную историю. Всего 300 мест, а здесь 800. То есть это, так сказать, ну, в общем, волны немного в этой связи, но уверена, что все будет очень в согласии и в любви, прежде всего, со зрителями. 22 сентября спектакль «Худсовета» продолжится. В 16 часов можно будет увидеть человека из Подольска, Донецкого республиканского академического молодежного театра, Национальном театре республики. А в 19 часов в русском драматическом выступит молодежный театр из Казани. Полная афиша мероприятий доступна на официальном сайте «Худсовета». Анастасия Целигина, Сергей Соколов, Народные новости. Представители Министерства внутренних дел Мордовии, Национального банка и члены Общественного совета при МВД провели профилактическую беседу с сотрудниками Розаевских библиотек на тему дистанционных мошенничеств. Самый распространенный способ мошенничества по-прежнему звонок от лжесотрудника банка. Он рассказывает о том, что кто-то пытается оформить на клиента кредит или похитить деньги с банковской карты. Для этого псевдоконсультант просит перевести сбережения на безопасный счет. А чтобы у потенциальной жертвы не осталось сомнений, злоумышленники перезванивают и подтверждают информацию уже под видом сотрудника полиции. Такая схема чаще всего срабатывает. Доверчивые люди переводят деньги на неизвестные счета и только спустя время понимают, что их обманули. Приведу кратко статистику по этому виду преступлений, чтобы вы понимали, насколько оно масштабно даже в пределах нашей небольшой республики. В августе этого года жители нашей республики пострадали от действий мошенников и лишились 20 миллионов рублей. Всего потерпевшими стали 100 человек. Кроме того, полицейские напомнили, что мошенники активно орудуют и в интернете. При продаже или покупке товаров онлайн также нередко совершаются преступления. Поэтому необходимо проявлять бдительность и ни под каким предлогом не переводить деньги неизвестным. Анастасия Целигина, Народные новости. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok